В Сахихе Муслима приводится хадис от Хузейфа ибн Убейда, что Пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал. Воистину, судный день не наступит до тех пор, пока вы не увидите 10 его признаков. В их числе он назвал появление дыма, пришествие даджжаля, появление животного из земли, восход солнца на западе, сошествие Иса ибн Марьям, пришествие Яджуджи и Маджуджи, а также три провала на востоке, на западе и на Аравийском полуострове. В конце он упомянул огонь, который вырвется наружу в Йемене и сгонит людей на место сбора. Среди ученых есть разногласия относительно порядка появления этих знамений. Имам Аль-Куртуби в книге Тадкира говорит, что первым появится даджжаль, затем спустится Иса ибн Марьям, мир ему, а затем появятся Яджудж и Маджудж. Когда Всевышний Аллах убьет их, направив на них червей, которые станут поедать их шеи, пройдет некоторое время, за которое люди отдалятся от религии, последуют за своими обычаями, и среди них распространится неверие и нечестие. В это время выйдет животное Аддабба, которое будет указывать на верующих и неверующих, чтобы они одумались и отказались от заблуждений. Однако и это не заставит их встать на путь истины, и они продолжат бесчинствовать на земле. И вскоре солнце взойдет с запада. Следовательно, все эти знамения последуют друг за другом, как сказал Пророк, салли Аллаху алейху ассалям. Знамения последуют друг за другом, подобно тому, как следуют друг за другом бусины в ожерелье. Однако в их последовательности есть разногласия. Первым из величайших испытаний для человечества станет появление Масиха Аддаджаля. Это человек ужасающего вида, низкого роста, широким телом, большой головой, у которого оба глаза повреждены. Правый кривой и подобен протухшей виноградине, а левый покрыт кожей. У него густые кудрявые волосы, белая кожа, ноги согнуты дугой, и между глазами написано «Кафер». И каждый верующий, грамотный или неграмотный, сможет это прочесть. Для защиты от его смут, верующим рекомендуется читать перед сном первые четыре аята сура Аль-Кахф, пещера. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал, «Есть три вещи, после которых, если они произойдут, душе уже не поможет ее вера, если она не уверовала раньше или не получила в своей вере благо». Восход солнца с запада, Аддаджаль и Аддабба, животное. Аддаджаль появится в конце времени, когда ослабнет религия. Перед его выходом будет три голодных бесплодных года. В это время прекратятся дожди, землю покроет засуха, у животных пропадет молоко. Он придет к людям и скажет, «Я ваш Господь», и призовет их к ложной религии, а они поверят ему и последуют за ним. Он прикажет небу, «Не спошли дождь!» и прикажет земле, «Покройся травой и дай урожай!» После этого пойдут обильные дожди, и земля станет зеленой и плодородной, «А в имени животных наполнится молоком». И тогда Аддаджаль скажет, «Я ваш Господь». Его последователями станут в основном иудеи, лицемеры и женщины. Дело дойдет даже до того, что человек закроет дома свою жену, дочь, мать и тетю и запретит ему выходить, опасаясь за то, что они последуют за Аддаджалем. Он будет показывать людям рай и ад, и предлагать уверовавшим в него места в раю. Люди спросили, «А что будет пищей в эти времена у посланника Аллаха?» Он ответил, «Пищей верующих в этот день будут слова «Субханаллах!» «Альхамду лиллях!» «Аллаху акбар!» «Ла иляха илля Аллах!» «Которые им внушит Всевышний, подобно тому, как внушает дыхание». К концу жизни его власть распространится практически на всем земном шаре, кроме двух городов – Мекки и Медина. Также в некоторых хадисах упоминается Иерусалим. Он будет передвигаться со скоростью ветра. За 40 дней, отведенных ему, он обойдет всю землю, и никто не сможет противостоять ему. Один день из этих 40 будет подобен году, другой подобен месяцу, третий подобен неделе. Остальные дни будут как обычные дни. Ближе к концу срока Даджаля Всевышний Аллах, Господь миров, не спошлет Ису, сына Марьям. Наш господин Иса опустится на землю у белого минарета к востоку от Дамаска. На нем будут две одежды, покрашенные желтым деревом и шафраном. Свои руки он положит на крылья двух ангелов. Когда он склонен голову, то с его волос стекут капли, подобные жемчугу. Он присоединится к мусульманам во время утренней молитвы, и мечеть наполнится шумом, потому что все мусульмане узнают в нем пророка Ису. Имам, услышав волнение и крики, отступит назад от своего места, чтобы пропустить пророка вперед. Однако Иса поставит на его плечи свои руки и вернет его обратно на свое место. Как бы говоря ему, заверши молитву, я пришел, следуя учению моего брата Мухаммада. Когда имам закончит молитву, Иса начнет успокаивать верующих и укажет на дверь. Он попросит открыть ее, и люди увидят за мечетью Даджжаля. Почувствовав запах Исы, он начнет плавиться, подобно тому, как растворяется соль в воде. И Иса убьет его у ворот люд, находящихся в Палестине. Иса, мир ему, убьет Даджжаля, сломает крест и будет править по справедливости. Приводится от Абу Хурайры, что пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Клянусь тем, в чьей длане находится моя душа. Скоро уже сын Марьям сойдет к вам, чтобы править по справедливости. Он будет ломать кресты, убивать свиней и отменить жизью. И богатства будет так много, что никто не станет принимать подаяния. А один земной поклон будет лучше, чем земной мир со всем, что в нем есть». Иса, мир ему, будет оставаться на земле в течение сорока лет. На это указывает хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Пророки – братья от одного отца и разных матерей, но религия у них одна. Я более других людей ближе к Исе ибн Марьяму, потому что между мной и им не было пророка. Он будет оставаться на земле сорок лет, после чего умрет, и мусульмане прочитают по нему заупокойную молитву». Хадис привели Ахмад и Хаким. «Во времена правления Иса, мир ему, произойдет также еще одно знамение – нашествие племен Яадюдж и Мадюдж. Это многочисленные народы, сражаться с которыми будет не под силу никому другому». Всевышний Аллах сказал, «Когда Яадюдж и Мадюдж будут выпущены и устремятся вниз каждой возвышенности, приблизится истинное обещание, и тогда закатятся взоры неверующих». Передается, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхима саллим, сказал, «Нет божества, кроме Аллаха. Горе арабам, зло уже приблизилось к ним. В завале Яадюджа и Мадюджа появилось вот такое отверстие. Затем он соединил в кольцо большой указательный пальцы. Всевышний Аллах пошлет племена Яадюджа и Мадюджа, и они устремятся с каждой возвышенности. Первые из них пройдут через Тивериадское озеро и выпьют его воду. А когда пройдут последние, они скажут, «Когда-то здесь была вода». Потом они пойдут, пока не достигнут горы Аль-Хамар, это гора в Палестине, и скажут, «Мы убили тех, кто на земле, давайте убьем тех, кто в небе». И они бросят свои стрелы в небеса, и Аллах вернет их обогренными кровью. И они подумают, что они расправились с теми, кто на небесах. Затем пророк Иса, мир ему, и его сподвижники обратятся к Всевышнему Аллаху с мольбами, и Аллах нашлет червей на шее Яджюджа и Маджюджа, и утром все как один они будут найдены мертвыми. Повествование Абу Саида Аль-Худрида «Будет доволен им Аллах» говорится, что в то утро верующие не услышат шума, издаваемого Яджюдж и Маджюдж, и скажут, пожертвует ли кто-нибудь своей жизнью, чтобы узнать, что там. Один верующий вызовется и спустится вниз с горы, думая, что никогда больше не вернется. Однако к его удивлению она дорожит, что все они мертвы, и воскликнет «Благая весть! Ваш враг мертв!» Люди спустятся вниз и обнаружат, что земля заполнена зловонными трупами. Тогда пророк Иса, мир ему, и его сподвижники снова обратятся к Аллаху с мольбой. Аллах пошлет птиц, шеи которых будут подобны шеям бактерийских верблюдов, которые унесут трупы и сбросят их туда, куда пожелает Аллах. Далее Аллах не спошлет дождь, и земля очистится. Всевышний Аллах скажет земле «Стань благодатной!» И все блага вернутся обратно. Земля станет плодородной, дети будут играться со змеями, тигры будут пасти коров, и волки будут охранять овец, подобно сторожевым собакам. Одно доение молока будет хватать большой группе людей, и всю землю охватит благодать. Животное будет давать сотни литров молока, и большие группы людей будут укрываться от солнца под одной кожурой гранаты. Затем земля покроется дымом, которым названа сура в Коране. Всевышний Аллах сказал «Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым, который окутает людей. Это будут мучительные страдания. Дым покроет весь мир, и земля окутается мраком. У верующего этот дым вызовет подобие насморка, а голову неверующего оно покроет, и будет для него как кипящий огонь». Пророк, салли Аллаху алейху азалям, сказал «Творите добро до того, как произойдут шесть вещей. Восход солнца с запада, дым, ад-даджаль, ад-дабба, смерть и судный день. Пройдет немного времени, и люди, проснувшись утром, увидят, что солнце не взошло с востока, как обычно. Они будут находиться в ожидании восхода, однако в тот день солнце не взойдет. В мире будет царить темнота и мрак. Второй день также люди будут ожидать солнца, однако не увидят его. Третий день пройдет также в ожидании. Это продолжится два дня или три, как сообщается в хадисах. Затем люди услышат крики «Солнце взошло с запада!». Это первый из больших признаков, свидетельствующих об изменении этого мира и знаменующей появлении часа. «Солнце взойдет с запада, и к людям выйдет ад-дабба», говорящие животные. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Есть три вещи, после которых, если они произойдут, душе уже не поможет ее вера, если она не уверовала раньше или не получила в своей вере благо». «Восход солнца с запада, ад-даджаль, и земляная тварь, ад-дабба». Также он сказал, «Воистину, первые знамения – это восход солнца с запада и выход к людям ад-даббы утром. Какое бы из них ни произошло первым, другое последует за ним». После того, как выйдет это животное, оно будет ставить клейма на носах людей и отличать верующих от неверующих. Затем их станет так много, что человек, купивший верблюда, будет спрашивать, «У кого ты его купил?» И ему ответят, «Я купила его у одного из клейменных». С появлением этих признаков, Иблис изъявит желание совершить земной поклон. Ведь он говорил Аллаху, «Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены. Уже все, верующие и неверующие определились, миссия его закончена, и когда он падет ниц перед Всевышним, животное наступит на него и убьет его». Люди проведут в таком заклейменном положении довольно длительный срок. Так что люди будут обращаться друг к другу, «О верующий! О кафир!» Когда же Всевышний Аллах пожелает, чтобы наступил судный день, Он пошлет благой ветер, который заберет души верующих, потому что час наступит только при худших созданиях, а верующих не постигнет величайший ужас. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Воистину Аллах направит ветер со стороны Йемена, который будет мягче шелка. Он заберет душ каждого, в чем сердце будет вера весом в пылинку или семечко». Последний из признаков часа, завершение всех предыдущих знаков, знамений и признаков, это огонь, который выйдет из Йемена, который погонит людей к месту их сбора и соберет их там. Люди будут собраны тремя путями – добровольно или силой, по двое на одном верблюде, по трое или четверо, или даже в десятером на одном верблюде. Оставшаяся часть их будет собрана огнем, который будет стоять за ними всякий раз, когда они останавливаются на отдых или сон, независимо от времени дня или ночи. После этого наступит конец света, такой же неожиданный, как и все его признаки, и очень страшный. Но верующие не увидят его, потому что Аллах к тому времени заберет их к себе. В судный день Аллах разрушит вселенную, земля вместе со всем, что на ней, начнет трястись. Температура станет очень высокой, и все, даже вода начнет гореть. Звезды смешаются, а солнце приблизится к земле. Все живое на земле умрет. После этого будет великий суд. И каждый человек получит по своим деяниям, и каждый попадет на суд к Аллаху, и ничего не укроется от него. Каждое хорошее деяние, даже самое маленькое, в этот день будет иметь большую силу, и в то же время никто не сможет скрыть свои грехи. Пусть Всевышний Аллах убережет нас от смут и дарует нам хороший конец. Хвала Аллаху, Господу миров, да благословит и приветствует Аллах, пророка Мухаммада. Иман на месте не стоит. Он, как термометр, может повышаться и понижаться. Почему так? Ищите ответ на shakirt.com Ссылка в описании.